Татьяна, расскажите о том, как все начиналось, из чего все начиналось, как это все было? Была же обычная жизнь. Да, вы знаете, что как-то так все неожиданно произошло, что для меня как бы в один момент как все перекрутилось, как будто я попала в какой-то необычный шар жизненной такой сложной ситуации, с которой сейчас могу с уверенностью сказать, что нашли силы пройти этот путь, выйти с этого и поделиться со всеми помощницей. И в таких вот ситуациях, по ночам дежурила, я просто приходила домой счастливая от этой работы. И везде какую-то пользу ты приносишь ту, которую люди от этого оживают. И самое интересное, вот это вот общение с людьми. Я видела, как я общаюсь уже в тот момент с людьми, и у них появляется улыбка. Когда говоришь, что с вами все будет нормально. Обычно люди боятся уснуть, боятся, что они не проснутся. Как тогда самой было, когда самой диагноз пришлось услышать? Страха вообще не было. Самое интересное, что я, наверное, дня три не могла понять, почему у меня нету страха. То есть я настолько была уверена, что если это мне дано, и я отталкивалась от того, что у меня уже столько опытов, и я могу это трезво, осознанно осознать, обдумать все, и найти в любой ситуации правильный выход. И то, что у меня сердце болело, это за детей. Потому что я в семье была, знаете, как-то на мне все держалось. Так, как вот есть, так вот я и говорю. Можно сказать, как самый главный компьютер. Когда вот было больно, конечно, когда муж немножко отошел. Он испугался. Ну, я это ему без обиды, без... У нас сейчас очень хорошие отношения с ним. Мы, правда, в разводе. Все это процесс очень длительный был. Но в тот момент вот я осталась без поддержки. Я поняла, что все силы мне нужно найти в себе самой. И было очень много работы над собой. Я завела целые дневники. Я писала, как, что вообще, как вылезти. Хотя, когда врачи мне выставили диагноз, и я говорю, вы мне скажите правду, сколько у меня пациентов. Я сама медработник, я все понимаю, чтобы я была настроена уже на то, на ту картину, которая есть. Не нужно мне от меня именно скрывать. Да, мне принесли анализы 86% бласта. Как для нас звучал лейкоз? Острый промарцитарный лейкоз М3. То есть это уже степень была не то, что запущена. Вот. И самое интересное мне сказали, что... Ну, ты понимаешь, что трудности будут, потому что у тебя нет анализа. Те анализы, которые химия будет проводиться, те анализы, ну, организм, сам иммунитет, а у тебя уже нету. Потому что болезнь уже вышла под контролем. Я говорю, не волнуйтесь, я найду у себя силы. И когда принесли сразу же первую кровь мне капать, я сама себе сказала, что эта кровь была для меня. То есть те люди, которые мне... То есть я уже ее приняла в свою, как в знак того, что... То есть в плюс, в свои силы. Вот. И... С легкостью, как... Ну, можно даже это так... Как-то для кого-то непонятно. Я вообще-то, вы знаете, в голове на тот момент перекопала все. Потому что я работала в больнице, работала с кровью. Я сначала испугалась, что, может быть, это, знаете, где-то там инструменты неправильно, ну, где-то укололось или еще что-то. И сначала там, ой, у меня там рак, ой, может, там спит, у меня-то, может, еще что-то. То есть, может, гепатит. То есть я видела, потому что, когда я пришла сдавать анализ утром, у меня даже лаборантки, мы такого еще не видели. У меня кровь была чуть розовая. Я уже поняла, что у меня лейкоциты и красные лица, и все это было, все уже на последней стадии разрушения. И просто в тот момент как будто исчезли мысли. Борьба за жизнь началась. И в какой момент вообще она началась? Сразу же. Буквально, наверное, когда мне уже привезли, то есть меня на работе очень организовали, это все очень помогли сотрудники, что нужно сразу же критическая ситуация, нужно сразу же ехать, делать до обследования, узнавать все. И я уже понимала, потому что я чувствовала у себя утечку, утечку жизненных сил. Настолько это очень быстро. Буквально за сутки я уже чувствовала, что вот плот-таки я чуть не теряю сознание. То есть, и когда меня уже привезли туда заведующие, заведующие, то есть в гематологию, в девятую, заведующие, там, вы знаете, как-то так обнял и говорит, а вы не расстраивайтесь, у нас не таких привозят. То есть, будучи самой работающей в медицине, я поняла, тоже видела такие ситуации, которые действительно человека привозят, который не должен жить, а он живет. И отталкивалась тоже от этих всех опытов. Я поняла, что я жить буду, и буду, и продолжение будет, и дальше все будет. Ну, да, я понимала, что будет сложно все. И шок был один. Я не думала, что это будет три года. Потому что химия будет длиться три года. И вот это... И годы лечения именно химиотерапией? Да, именно химиотерапией три года. Самых сложных... Страшное состояние, ощущение, силы. Это самое сложное было вначале понять. Вот этот метод, сам процесс этого лечения, потому что мы люди все как понимаем, что мы таблетку выпиваем, нам от таблетки хорошо, да. То есть тебе должны быть улучшения. Здесь прокапывалась химия, я чувствую, что у меня вот... Даже собственный вес мой, который был 50 килограмм, мне казалось, что я 200 вешу. То есть мне чувствовалось, что у меня силы. И потом только я поняла, что вся эта химия идет на подавление иммунитета. Когда я начала все вникать, читать это все, как это все действует, как на организм. То, что клетки должны полностью погибнуть, вот это вот вниз пойти, а потом иммунитет должен, то есть сам. И вот когда вот это вот должен, эту ступеньку, я ее сама сделала. Потому что настрой вот этот внутренний, что у меня не будет, что у меня там будет стоять, это не будет... То есть я уже сама себе образно нарисовала вот этот вот сам подъем. И на протяжении трех лет получалось, что каждых 50 дней у меня капалась химия. То есть как период такой, 45 дней больше тянуть нельзя. И от курса до курса у меня получалось за 55 дней у меня получалось неделю мне отдыха стабильного. Вот. И когда, конечно, была неделя отдыха, ты чувствовал себя нормальным человеком, потому что анализы восстанавливались, но потом осознанно понимаешь, что тебе нужно дальше, чтобы у тебя выработалась в организме эта система на протяжении длительного периода, чтобы все клетки, все, чтобы они как-то сами вот перевосстановились. в таком же возрасте, как и я. Маленький ребенок. У нее степень была вообще, первая степень. Она себе сказала, я слышать не хочу, рак это смерть. Она за месяц умерла. Потому что как... Я с ней пыталась три раза поговорить, настроить ее. И она начала отказываться от еды, и все, и буквально за месяц человек. И поэтому я еще тогда искала настолько литературы, и мне не хватало, конечно, полностью и психического настроения, потому что я осознавала, что все в выздоровлении, это вот как сам себе... 70% это зависит от самого пациента. Если мне принесут, и я буду думать, что мне химия капается, и мне от ней будет плохо, то, конечно, какой-то процент будет, потому что идет, как бы такое напряжение идет. То есть я думаю, значит, это состояние психического такого настроения человек это много значит. И когда человек, то есть более мягко к этому, более, как вам сказать, готов к этому, то это более результат положительный. И в тот момент я не находила вообще тех вопросов, которые я сама нашла в себе, пройдя через этот путь. И как бы мне плохо не было, я еще тогда делала, хотела поделиться со всеми, что у меня нашла в себе такое, вы знаете, тонкое чутье, нашла тонкую такую чувствительность, и нашла тот путь, который помог мне сложить в дальнейшем, вот, что я сейчас с вами здесь разговариваю. Поэтому очень мечтала. Вот на тот момент, вот, если бы мне, вот эту книжку, которую я сейчас пишу, чтобы вот человек смог без всяких, знаете, вот этих вот, а, это рак, это смерть, то есть найти в себе, почитать, и, то есть человек прошел, не то, что там, знаете, по наслышке, там вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, а человек сам прошел, сам чем-то может поделиться, почему я не могу это пройти, значит, и я могу, то есть через это пройти. И я тогда начинала писать какие-то свои уже заголовки, свои отметки, чтобы в дальнейшем я знала, что я выживу, и в дальнейшем я покажу, выйду на свет и всем покажу, что вот такое может быть. То есть... Кайфистовая вера в то, что это будет. Конечно, конечно. До прихода, вот, скажем так, к гипнотерапии, да, были же и разные другие варианты. Ведь поиск-то был не в один день. Ну, вы знаете, да, дело в том, что когда резко закончилась химия, я осознала, что дверь открыта в мир, все, а вот это вот переживание, это все. И я очень такой человек, вы знаете, как бы получилось, мне очень много прошлось пережить то, что отношение друзей ко мне, да, переворот полностью всей жизни моей, полностью всей. И какие люди, которые вообще были далеко от меня на стороне, которые действительно просто откуда-то звонили, привозили мне бульончики там, и даже просто радовали меня. И я вот... Даже вот простой момент, когда вот у меня всегда в палате стояли свежие цветы. Я всегда говорю, о, Таня, у тебя свежие цветы. Я говорю, вы знаете что? Я говорю, даже в закрытии от всего мира он всегда со мной. То есть нам нельзя было выходить на улицу. Это уже полностью... То есть мы ходили в масках уже там, иммунитета нет. То есть когда выходишь на улицу через три недели в маске с зонтиком, для меня это счастье было, глотнуть воздух, и когда кружится голова от кислорода, я понимала, что жизнь есть, и в таком состоянии, когда человек, знаете, как-то вот в той рутине, как я раньше жила, я не замечала тех моментов в жизни, которые вот падают в снег, ты берешь и прямо радуешься этому. То есть я работа, деньги, дети там туда-туда, а потом начала понимать, что я мир по-другому вижу и по-другому ощущаю. И не было того, что я кого-то винила в этом, либо мне это что-то родственники. И вот самое вот то, что вот эту вот, как вам сказать, негативную сторону нужно сразу же убрать, что а зачем мне это дано, это может Бог мне дал такие испытания. То есть я приняла как-то это, как вам сказать, вот целиком. Приняла и не отбрасывая то, что не рассматривая, не ковырялась, это почему, зачем и для чего. То есть это есть, но этого не будет. Как нашли Олега и как нашли Сергея? Я вам сейчас скажу, что дело в том, что это когда вот получилась такая пустота и было непонятие такое, я очень много обошла тех людей, чтобы мне помогли разобраться в себе. Как я обошла очень много экстрасенсов и очень много методик перепробовала, но мне постоянно, именно мне, было какое-то вот внутреннее неспокойствие, то ли недопонимание, хотя и я как-то осознала и, ну как вам сказать, как-то четко все разложила, что я уже про все прошла, что уже все. А вот лист, а с чего начать рисовать, когда дрожит рука. То есть вот это вот состояние, вот это вот, и мне хотелось это убрать, потому что хотелось вступить в новую жизнь спокойной и принять какие-то изменения в себе. Очень много изменений было тех, которые, придя вот в этот клуб, я почувствовала, что эти изменения, они хорошие. И что-то отсеять, что-то, то есть обчистить, что-то принять, да, это мое, это я. А боялась вот во всем в этом разобраться. И я целую неделю была погружена в то, чтобы мне найти специалиста, который меня услышит. Именно то, что я хочу поэтапно как-то пройти и помочь мне вот без дрожащего вот этого вступить в обычную жизнь другими взглядами, со своими уже опытами, со своими поменять и профессию, поменять, как вам сказать, и воспитание, направление детей своих. У меня две дочери растут. И я понимаю, что это осталось все на мне. И найти в себе еще, как вам сказать, не больше силы, а больше уверенности в своих силах. Вот. И чисто случайно я за неделю я перезвонила, наверное, восемь или десять направляющих, которые вот по психотерапии, чтобы мне помогли снять вот это эмоциональное такое напряжение. И пыталась сама. Я поняла, что я запуталась. И день и ночь я в этом поникла во всем. И все писала, все расписывалась. И находя какую-то литературу, я понимала, что там, там, там я все брала в себя. И думаю, ой, много, столько всего. Я все, столько всего. То есть нужно было какой-то вот такой направляющий, который вот отсеял, что не нужно. То есть я бы сказала, вот это вот мне хорошо. А вот это хорошо, то есть ты идешь дальше. Ну вот. И когда я нашла центр здоровья человека, и просто выходной день. У меня как позыв внутренней интуиции. Давай, звони. Тут тепло такое почувствовала. Сразу как будто голос у меня оживился, и такая дрожь приятная по телу пошла. Я поняла, что это мой шанс. То есть, вот не знаю, вот такой вот. Меня вот как бы начало доверять своему такому внутреннему стимулу интуиции, который вот у меня развился во время болезни. Много такого вот тех моментов, которые раньше я бы сказала, это как сказка какая-то. И когда я вот начала этому всему более тонко принимать это все, и все, голос прямо, все, звони. Я тут же позвонила, буквально, наверное, вот ходила 15 минут, мне все дрожало. Надо, надо. И я позвонила, мне человек уделил. Я услышала то, что я хотела услышать. Я знаю, что с вами происходит. Я вам помогу. Вот. И все будет хорошо. Вот эти слова и эта вот уверенность, которая у меня. И мы буквально на следующий день договорились. И когда я пришла на первый сеанс по гипнозу, я ощутила просто, у меня тело очень мое было от всей химии. Оно было настолько... Татьяна пришла в очень неуравновешенном состоянии. И я видел, что ее я просто рассеяна. Она не верит в себя, хотя у нее очень сильный механизм, при помощи которого она победила страшную болезнь. Но походы... Возможно, литература. Возможно, походы к людям, которые... Мы говорили ей очень много тех вещей, которые, по моему мнению, мешают человеку понимать, что он решает, он может сделать это. И именно силы и все механизмы внутри. Их нет ни у кого механизмов от человеческих, от конкретного человека. У всех ключи внутри себя. И то, что мы делали, это находили тот ключик, который вернет уверенность Татьяне к тому, что она решает в этой жизни. Она сама хозяйка своей жизни. И от нее зависит, как она думает, как она относится к своим детям, к своим знакомым, какая будет ее дальнейшая жизнь. И когда я увидел положительную динамику, так как в ней есть очень сильный механизм, я понял, что все у нее будет хорошо. Самый яркий момент, когда Таня сдала анализы гормональные. Когда видели первые результаты, естественно, цифры разнились просто в разы. А некоторые анализы и в десятки раз. И последний анализ, который она сдала, когда цифры... Ей завидовали все врачи. Говорили, что это невозможно. И с твоим здоровьем ты дашь еще фору любому из нас. Тот, кто крутится в этой области, и, в принципе, всегда следит за собой. По состоянию своего здоровья. Самое сложное, с чем столкнулись при работе с Таней, это с изменением. И научить Таню реагировать на внешние раздражители по-другому. Потому что был ряд ситуаций, когда она приходила и говорила, что в данной ситуации она бы хотела реагировать по-другому. Ей это мешает, ей это неудобно. И мы с ней шаг за шагом изучали и обучали ее тело реагировать так, как она хочет. Давали ей какой-то выбор, какие-то варианты, которые она прорабатывала, что-то для себя принимала, что-то отвергала, не подходила, искали другие варианты. То есть это целый процесс, который нельзя выстроить в какую-то структуру. Каждый человек инсдуален и каждый на свой подход. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...